здравствуйте вы смотрите ока и теннисная редакция подготовила для вас очередное шоу выход к сетке представляет тех кто находится студии это борис сопкин александр островский и я алексей михайлов джентльмены приветствую вас ну что ж вторая неделя турнир большого шлема событий уже куча позади давайте как-то обменяемся мнениями что мы по поводу этого думаем и что там вообще происходит но начать предлагаю все-таки сарафы потому что этот матч первого круга ждали по-моему все и как-то остальной турнир немножечко даже в тени был на протяжении первых дней но и вот мы увидели рафу и увидели этот матч со зверевым который закончился в трех сетах александр вы у нас новый игрок в программе поэтому вам и слово что это значит для рафы какие эмоции грустно печально это рафа хлопает так дверью или чудо еще возможно какое-то дело наверное не в чуде каком-то я бы сказал что рафе объективно не повезло сожребием потому что он попал на одного из фаворитов турнира и который на ходу на грунте я думаю что для него тоже было гипер принципиально хорошо выступить хорошо проявить себя что собственно говоря он по ходу турнира и делает и показывает достаточно уверенный теннис и она для рафы сожалению до шансы наверное у него были но объективно попав на такого игрока как зверев пройти в его текущем состоянии было сложно поэтому до получил но это ничего не значит как он собственно своих интервью говорил что он не прощается и надеется еще показать хороший результат но вот мне понравилось высказывание роджера федора по поводу рафы то есть он говорит что в сегодняшнем состоянии основной момент который его смущает в игре рафы это то что насколько он будет успевать восстанавливаться то есть восстановление это даже не уровень игры рафы а восстановление это основной момент который важен вот в том возрасте в котором он сейчас находится ну а зверев что теперь должен выиграть турнир мне кажется он просто обязан как честный человек но принял он вот это знамя у рафы но что выигранный турнир был в риме на пике формы здесь играет вроде бы тоже прилично потом на и рафи как то это должно быть приятно в конце концов будущему чемпиона он уступил борисович способен зверев затащить все до конца или матч рафы но это лишь такая история когда зверев даже сам не хотел особенно говорить да что-то после победы он говорил это в момент на далее на данный момент вот как мы разговариваем ролан гарос способна выиграть пять человек и не знаю в какой степени проценты я не могу расставлять но все пять человек которые остались в сетке на данный момент они все способны выиграть рафа в первых кругах проигрывал трижды за карьеру но это были другие турниры другие годы но вот вообще список например ну вот женя кафельников тоже трижды проигрывал в первых кругах и артур эш остальные перри борг вообще никогда ну это еще ветхозаветные такие теннисные времена но вот еще одно поражение на далее он сыграет что-нибудь еще или уже наверное надо будет прощаться на кубке левера может быть и роджер там в конце концов выйдет на парочку как ему обставить это лучше свой уход поскольку от церемонии итоговые он здесь отказался хотя организаторы предлагали ему сделать это в париже раском нет 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 я в следующем году подъеду и непонятно приедет прощаться или может быть игроком рафа держит нас в напряжении или он сам просто не знаю да он сам не знает я думаю он сам не знает решения нет он мечется это видно то он сказал что он теперь подумает играть олимпиаду или нет и так далее потом рассуждает с кем он пару будет играть на олимпиаде с алькарасом я думаю что решение нет и поэтому все остальное откровенно говоря я очень удивлюсь если он был дом поедет но тоже не исключают вроде бы по моему нет рафа уже не играет мне так казалось какая-то прошла информация но понятно что она еще что может меняться ну неделю все таки я знаю я кстати думаю что на самом деле он будет пробовать и пока он конкурентоспособен и может может быть не противопоставить что-то против самых лучших там игроков мне кажется он будет пробовать если бы он не получил бы зверево получил бы любого среднестатистического игрока с которым можно работать которого можно обыгрывать рафа мог бы набирать что-нибудь по ходу этого турнира и но этого никогда не узнаем но получилось вот так можно даже говорил я считаю что если рафа пройдет первую неделю то дальше но дядя тони что еще мог сказать поддержать племянника ну это понятно совершенно что все ребята которые вокруг него они все его поддерживают стараются утешить если можно так сказать но у меня вот подспудно все время в голове когда я жребий узнал подспудно в голове крутилась такая мысль а может быть господь бог говорит ему рафа пора остановиться не знаю до что он ему говорит я не присутствует разговоре но сам жребий конечно очень тяжелый но вот то что сказал саша по поводу федора восстановление и все но я бы очень удивился очень очень удивился если рафа бы дошел до восьмерки так скажем хорошо но вот новак джокович до восьмерки дошел но не дальше что это было новак снялся из-за травмы колена это был шок тяжелейшие матчи против музете 5 сетов потом нас серундола он тоже упёрся если бы расписание было бы чуть легче у новака и его не ставили вот он не попал бы в этот ночной запуск адский если бы с серундола может быть его поставили бы не днем а в вечернюю сессию он бы успел восстановиться или уже травма была полученная до турнира и просто новых дошел до своего предела какие у вас вы знаете мне кажется что то состояние джоковича в котором он сейчас прибывает то есть он выигрывал но он выигрывал с надрывом с в пяти сетах перебарывая себя еще удивительно как он вот последний матч серендола смог с той травмой которая у него была играл потрясающе да он исцелился но но у него диагноз от который сейчас объявили это разрыв мениска то есть это очень серьезная травма то есть это штука которая ну сыграть пяти с этого матч сколько они там четыре часа играли сколько ну больше года больше да ну то есть это удивительно сколько восстановиться нужно времени вот от такой травмы здесь сложно говорить что я не врач не знаю там нюансов будет потребуется там операция не потребуется все достаточно какого-то сервантивное лечение да но то есть наверное его команда лучше знает много подозревали вообще в том что он изображает что ему не так на самом деле больно и ну то есть в симуляции его обвиняли можно вспомнить как он выиграл австралию тоже там с надрывом брюшных мышц дядя тонис рассказал с такими мышцами не то что турниры матчи не выигрываются но новых снимается значит делать серьезное серьезные конечно понятно что это травма понятно что видно было ну я не специалист по мимике влезать в душу так большой актер у нас и безусловно да может да и ему даже в сериале предлагали роль какого-то сербского короля он мне рассказывал он угот я дал согласие я буду сниматься все потом ну почему-то перестал но я еще пошутил но меньше чем короля теперь не могли дать это естественно так я хочу сказать при всем при том совершенно вот по тому как это произошло когда первый момент вот показали в замедленным как у него коленка немножко вывернулась я понял что он на сей раз что он не играет симулирует до на сей раз что он не играет что действительно проблема серьезная насколько серьезно это оказалось уже ясно после матча и но если просто посчитать по времени и если действительно там разрыв мениска они надрывчик и так далее там тоже нюансы могут быть разные то шансов сыграть на олимпиаде я просто не вижу тогда потому что ну минимум два месяца полтора-два месяца при разрыве нужно на то что это если нет не потребуется хирургическое вмешательство если операция соответственно там был сезон закончен точно да 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 какие последствия здесь значит теннисную корону он передает таким образом я нику синеру который у нас становится первой ракеткой я ник наверное не таким образом хотел бы стать но так получается от него это не зависит но многие говорили что это вопрос времени и вот это происходит первый итальянец тоже чемпион турнира большого шлема и мне тут попалась интересная статистика значит теннисисты и теннисистки которые становились первыми ракетками мира их 25 человек и там и там а вот теннисисты которые выигрывали турниры большого шлема их вдвое больше при этом как ни странно но большинство людей считают что выиграть турнир большого шлема это круче чем стать первой ракеткой мира хотя ценность то вот здесь вот как раз эта статистика показан ну это для кого как знаешь я считаю первый в мире это первый в мире и чтоб там не говори даже если ты не выиграл турнир большого шлема но стал первым мире вот я ник 29 первая ракета это говорит это говорит о том что ты первый в мире пускай даже одну неделю хотя бы на несколько минут да хотя бы на одну неделю но на несколько минут не получится а на неделю получится да что это значит для итальянского тенниса там и так хорошее поколение поднимается я знаю к более арнальди музыки берите не не знаю уже соберут его на части и вот у них лидер наконец-то ну все уже давно в теннисном мире говорили про то что итальянская академия работает практически лучше всех это об этом говорили уже лет десять назад ну просто сейчас уже пошли результат я помню как я ника критиковали в прошлом году когда он не играл за сборную отборочные матчи кубка дэвиса в итоге он им и кубок дэвиса выиграл и вот он уже первая ракетка мира я тебе так скажу саша не да соврать что бы ты ни делал тебя всегда будут критиковать найдут за что поэтому то что критиковали ну да как говорят собака лает караван идет нас критиковали критикуют и будут и будут критиковать не критикуют только того кто ничего не делает понимаешь и еще один момент я них делает и делает очень еще и еще один момент очень важный к сожалению люди прощают все кроме успеха хорошо давайте немножечко так сменим тему от результатов перейдем таким необычным историям потому что теннис ну вот этот вид спорта когда никто не может сказать что я в теннисе видел все и вот например значит хуберт хуркач душка которого все просто обожают находится вот в таких эмоциях и судья здесь элисон лэнг парочку решений она приняла странных для хуби и он уже летит там 02 по сетам григору димитрову которому он проигрывал всегда до этого и он начинает поднимать мятеж я даже по-другому это не могу назвать то есть он показывает сначала своей команде нам мне нужна замена но вот этот футбольный такой жест потом он димитрова уговаривает ты не хочешь судью поменять во время матча потому что у нас тут леди сидит я как не очень мне это нравится волгарин вообще не может понять что происходит о чем речь быть хуби делай что ты хочешь но надо к чести димитрова сказать что он очень корректно вышел из этой ситуации но что такое это 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 можно вообще так делать оказывается это когда-нибудь произойдет что игроки будут решать кто судит их матчи ну какая-то странная история еще от хуби когда мы получаем вот эту вот историю но просто поплыл что ли поляк то он где находится вообще он пытался я не знаю изменить ход матча таким образом но как бы это не в его стиле но странно что 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 происходит с большими партнерами во первых нужно сказать что фуркович известный клиент димитрова да и соответственно конечно когда день не было безупречным просто когда ты хочешь выиграть и у тебя не получается то обычно зачастую даже такие игроки такого высокого уровня плывут не справляются своими эмоциями и творят дичь на корте и вот и это не только на корте это и в других видах спорта поэтому тут наверное ничего такого удивительного наверное нет да это как-то обращает на себя внимание было даже мило как-то за всем этим наблюдать но и непонятно почему но есть другие матчи за которыми наблюдать становится очень тяжело теперь уже это вот например андрей рублев который у нас отличается не очень хорошим поведением в последнее время и поправьте меня но мне кажется что это случается все чаще и чаще как когда рублев проигрывает мы видим вот такую вот историю хороший парень и сам потом чувствует себя неловко после матчей извиняется болельщики уже сходят на его матчи как вот такое шоу которое будет гарантированная драма если что-то пойдет не так решение есть или он должен сам повзрослеть профессиональная помощь команда родители что не так с андреем но жалко смотреть как он себя вот так мучает то может быть многие не заметили а я заметил один штрих по поводу вот я хочу начать с команды а потом уже если надо поговорим об андреем один штрих вот в первом ряду сидит и фернандо висенте и рядом с ним альберта мартин а за их спиной сидит галла бланка который на самом деле контролирует который на самом деле шеф всей этой команды вот это форс лэмс как у них там называется он главный там во всей этой истории вот и он через голову висенте андрею постоянно я подчеркиваю ни один и не два раза постоянно как что-то показывают я по телевизору вижу он постоянно что-то говорит висенте сидит у него голова вот в плечах альберт мартин вообще в ужасном выражении лица то есть видно что они просто не знают что делать к сожалению эта ситуация возникла не в дубае как все считают она возникла нет уже были какие-то гораздо гораздо раньше проблема состоит в том мы кстати говоря об этом много говорили и здесь в том числе я помню проблема состоит в том что андрея несбалансированная тренировки календарь он слишком много времени проводит на корте и в итоге вот мы имеем то что имеем дело в том что человеческая психика она реагирует не только вот на такие ситуации когда что-то плохо или наоборот хорошо да она устает устает так же как и устает человек физически психологическая усталость у него наверное было в мадриде она была у него пять лет назад уже не выиграл турнир мастерс лёша она пять лет назад уже была у него и это все копит лет нервная система он был моложе она справлялась но это все копится 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 и в итоге вот в дубае был первый взрыв уже потому что все организм говорит все не могу что делать вместо гала бланка надо посадить кого марата сафина джона макенроя и ивана лендла тогда он первая система противовесов какая должна быть первое первое андрюшу то первое что нужно сделать на мой взгляд я никому ничего не навязываю упаси господь первое что нужно сделать надо резко я подчеркиваю ключевое слово резко уменьшить нагрузки отдохнуть сбалансировать календарь голова должна немножко отдохнуть она устала она устала от этих бесконечных 15-40 бесконечных форхендов бэхендов переводов по линии подачи грызь лёта и так далее она от этого устала ей надо дать отдых но мы же знаем что рублев одержим теннисом да да и вы и в корты работать да да и беда состоит в том что рядом с ним оказались люди которые не смогли его удержать об этом говорили уже давно что они не управляют что он вот хочет тренироваться он тренируется и так далее я уже приводил один пример я не помню то ли здесь то ли в интервью уже сложно у меня был такой эпизод я спарринговал андрею чеснокова и после очередной тренировки андрей говорит татьяна федовна и у меня так я хочу давайте мы еще потренируемся давайте мы еще ну смотрите как классно все получается все агит андрюш тебе хочется тренироваться угадать да да татьяна федовна мне хочется а ведь замечательно андрюш вот с этим хорошим чувством завтра придешь на тренировку татьяна понимала все таки вот ответ на вопрос понимаешь как должен тренер поступать в этой ситуации а не идти на поводу игрока потому что это может плохо кончится но давайте к другим нашим игрокам еще перейдем карен хачанов например за ним как-то вот мы раньше не замечали чтобы он мог упустить матч ведя 2-0 по сетам тем более с таким соперником и уже в кавалик насколько я помню ну вот собственно говоря чтобы где-то так рано проигрывать но это не стиль карена такое конечно где-то когда-то что-то случалось но там соперники были совершенно другие но последний раз вот он майкл мопопал например на юисопен но там понятно что то вселилась в американцы и он хорошо отыграл что это что с кареном он устал почему он выпустил соперника в этом матче для меня вообще вот поражение карена стала наверное самой главной неожиданностью ты прямо сорвал мои слова я захотел с того что прошу прощения что-то действительно абсолютно то есть это главная неожиданность для меня продолжайте дело в том что один я дело в том что просто зная карена и зная там то что на первых ему нравится грунт ему нравится на ранга росси он но уверенно всегда всегда себя чувствует особенно с ну в кавычках проходимыми соперниками да и соответственно у него все было в руках 2-0 по сетам владеешь преимуществом хорошо играешь но видимо такое случается в карьере и со всеми и тут как бы наверно каких-то незакономерности как раз в этом случае делать не стоит потому что тут объективно полностью согласно это тяжелые условия это вечерний матч мало зрителей холодно дело в том что темно лишь даже карен сказал после матча когда они спросили что случилось вот я сам не понимаю у него на самом деле у него на самом деле вот сравнивая с рублем я считаю у него хорошо сбалансированная команда все так сказать работают календарь правильно не играет лишь кому не играет все подряд да все вроде бы все правильно и все равно бывает такое но бывает я отношу это знаешь математике есть такое понятие как выброс но видим это выброс какой-то хорошо у нас есть еще даниил медвезев который главным претендентом наверное считался и вот медицинский тайм-аут который полностью сломал его матч с александр минором он выиграл первый сет потом вызвал врача но мозоли неприятное вроде бы было не так все критично пока мозолище было в каком-то состоянии таком не вскрылась как бы ну да не решил воспользоваться услугами физио не помогло но и доигрывал как-то так тяжело алексей а главным претендентом на что он ему пройти подальше из наших ребят я бы я считал что он и ну карен андрей ну все остальные на фоне их мне казалось что у дани готовка идет неплохо перед матчем до перед турниром до того как вышла сетка наверное да наверное можно так говорить что он основной там претендент а после того как сетку увидели мне кажется что в целом ну может мог он еще наверно кружок пройти так шанс это на грунте именно на этом покрытии матча за зверевым мы просто не увидим так тут еще неизвестно чтобы было но алекс деминор в любом случае нас от этого избавил но известно как бы да не аллергия на грунт ну в меньшей степени сейчас уже на мой взгляд но он это и сам говорит он как бы немножко успокоился на эту тему ну да грунт для него не самое так скажем основное его покрытие да и деминор не подарок в четвертом круге посмотрим как он да я и говорю я я не зря сказал что пять человек они они четыре не 2 и поэтому ну да я не считаю что он сыграл плохо но да мог бы сыграть лучше мог бы медицинский таймаунт тут вообще ни о чем я считаю это никак не повлияло ни не причина не является ни причиной не следствием ничем просто ну да мозоли и все и больше ничего ну ладно хорошо здание понятно давайте переходить тогда к игрокам которых вы александр курируете одну и здесь у нас роман софиулин шевченко как вы оцениваете их выступление но может быть не на самом ролан гароса вот на этой в этой части сезона сейчас правильно разделить наверное до шевченко от романа софиулина совершенно разные игрока в проект этих давайте софиулина с ромой вообще там если вы посмотрите на его результаты за последние три месяца если говорить на грунте то он вот собственно говоря ни одного матча не выиграл даже так ни одного дня а у на монте-карло да у мунара обыграл до ссоре а потом пять поражений подряд вот при том что ну самое главное я смотрел все его матчи и вот и могу сказать что дело не даже не в соперниках с которыми он встречался тогда джоковичем полято там вообще шансов не было но уверенность ушла ну то есть у него нет уверенности то есть он играет без запаса и даже тогда когда вроде бы у него там получаются удары я вот к сожалению понимаю что он не дожмет он не отдает доведет до победы то есть у него огромные спады в игре перепады такие и как с этим бороться ну как надо перезагружаться работать и там стараться стараться сконцентрироваться действительно на своей игре потому что ожидания перед началом этого сезона у него у его команды были огромные ну то есть он действительно тут еще наверное способствовали то что все начали говорить что вот этот год должен быть годом романа и он может ворваться там в элиту и может там даже в десятку зайти туда писали вот и конечно это влияло на самого рому зная его он как бы все это впитывает для него это лишняя была информация и когда чуть вот но мне кажется что очень такой показательный был конечно матч я присутствовал на трибуне это первый круг australian open где он вел по сетам 20 против грикспора а вот и в принципе играл хорошо то есть он он и весь матч хорошо сыграл но проиграл в пяти сетах очень плотной борьбе ему там не хватило где-то физики где-то какой-то ну тут грикспор там решающий момент очень здорово сыграл и вот после этого поражения как-то у него даже не то что глаз как-то потух а вот какая-то уверенность ушла и дальше у него пошла череда вот этих вот сложности поражений из которой к сожалению пока он не нашел выхода они с кузнецовым работают думают смотрят то есть я знаю что на самом деле там ведется большая работа то есть они стараются но пока вот мы имеем то что имеем к сожалению пока вот выхода выход не найден надеюсь что что-то поменяется на траве потому что следующая часть сезона какой-то такой в прошлом году еще там здорово сыграл там на траве и лучше свой результат на турниру большого шлема показала я надеюсь что это покрытие ему придаст уверенности он покажет более хорошие результаты можно немножко пофилософствовать на тему одного слова не я его сказал его саша сказал уверенность дело в том что у меня были многие споры в свое время с маратом сафином марат говорила ты там тренировки планируешь там главное уверенность вот я поймаю уверенность я говорю марат что уверенность чем ухо что ли что ты ее поймаешь угадать да нет ну все как какая раз тренировки все вот поймаю уверенность и буду всех крушить понимаешь и с тех пор я очень люблю слово уверенность хотя я знаю что это такое я на собственной шкуре знаю как я допустим даже играл на своем уровне когда я вообще не задумываясь о каждом ударе билла знал что он попадет девятку я знаю это чувство изнутри но слова это очень не люблю но понимаю что это есть вот эта уверенность и а наоборот неуверенность есть как вот саша говорит как вот эта уверенность она приходит вот все говорят если вы послушайте кто говорит уверенность приходит через выигранный матч а что приходит через проигранный матч вот к сожалению у ромки вот такая вот ситуация один мяч проиграл второй матч проиграл я помню у миши южного в 2006 году перед юис опеном где он первый раз был полуфинале серия была восемь первых кругов 8 это тяжеловато так на плечи и встает вопрос вот говорят уверенность через выигранные мячи а как если ты не можешь выиграть вот я знаю как приходит уверенность уверенность приходит через тренировки и я вот когда падала мотивация какая-то у миши уже не донского ну это обязательно происходит человек устает от всего этого ну что вот тренировки опять искать я говорю вот получи а чего мне говорят получи я говорю получи удовольствие а чего гать не получать удовольствие я говорю получи удовольствие вот смотри вот и вот ракетка и вот этот желтенький мячик вот получи удовольствие от того что ты в любой точке корта в любой ситуации с отскока слета на подачи с этим маленьким желтым мячиком сможешь сделать то, что ты захочешь. Вот положить его туда, как ты захочешь, такой силой, как ты. И вот если у тебя каждый удар будет получаться так, как ты хочешь, вот ты получишь от этого кайф. И действительно так оно и было. И он сказал, Борисович, да, я получаю кайф от того, что я, вот я волшебник, я делаю с этим мячом все, что я хочу в любой ситуации. То есть реальный способ. Да, конечно, надо выигрывать матчи. Без выигранных матчей какая уверенность? Это понятно, это совершенно лежит на поверхности. Но когда ты проигрываешь, надо правильно построить тренировки. Надо, чтобы на тренировках было интересно, чтобы было заинтересовано, чтобы сбросить вот этот груз, который на плечах сидит, сбросить его с плеч. Только через тренировки, через процесс другого способа. Я не знаю. Но через уверенность понятно. А вот, например, если еще об одном игроке говорить, об Александре Шевченко, вот я, когда его вижу, уверенность нет, но я вижу теннисиста, который ненавидит проигрывать. И он сделает все, чтобы увернуться и избежать от этого. Но вот совершенно другая получается мотивация. У Саши совершенно другая ситуация. Да у другой совершенно человек. Совершенно другая ситуация. Я хотел перейти. И человек другой, и ситуация и жизненная, и тренерская другая, то есть и ментальная и прочее. Но и в каком он сейчас состоянии у нас? Во-первых, нужно понимать, что Саша последние полгода раз в месяц стабильно болеет. И при том, болеет так вот... Это вирус? Ну, вот он перед началом Ролангороса, у него была температура 39. Там пару недель назад до этого то же самое перед мастерством, по-моему, тоже. Ну, что-то с иммунной системой, что-то с иммунитетом. Где-то что-то он, может быть, какой-то образ жизни ведет, не тот, который приводит к тому, что цепляются болячки к нему. Болячки цепляются, Саш, вот если говорить об иммунитете, болячки однозначно цепляются, когда ты перегружен. Это вот сто процентов. Любые перегрузки приводят к подсаживанию иммунитета и к болячкам. Это говорит о том, что ты абсолютно прав. У него совершенно неразумный режим тренировок, у него совершенно, наверное, неорганизованный образ жизни. Вот вы тоже сорвали просто с языка то, что Саша на сегодняшний момент ездит без тренера. Ну, то есть это тоже, как бы, нужно понимать. Был тренер, был его, там, товарищ, который, собственно, с ним ездил. Одинокому ковбою, это тяжеловато. Дальше, соответственно, он решил потренироваться в академии, где он долго работал, Брестника, и, соответственно, подготовиться к грунтовому сезону. Брестник, как известно, не ездит вместе со своими игроками. И, соответственно, Саша выехал опять один. В результате, ну, вот эта вот чехарда, которая происходит в его жизни, в его карьере, она в конечном итоге приводит вот к тем результатам, которые есть. И самое интересное, что, ну, я думаю, что он, может быть, и хочет, там, это, мы, в принципе, можем помочь, там, с точки зрения, там, и посоветовать, и, там, как-то организовать, я не знаю, по поводу тренерской работы, тренера какого-то. Но у него в голове, в голове вот пока вот такая вот история. И это накладывается, во-первых, еще на второй сезон. Нужно понимать, что сейчас Саша вот играет фактически второй сезон после своего прорыва вот туда, в топ-50. А это всегда сложно, это самое сложное для игроков, для молодых игроков, доказывать то, что ты не просто, там, как-то случайно заскочил. Ну, ты уже показал, да, кто ты, они все остальные присматриваются. Первый год тебя никто не знает. Ну, как обычно, эти банальные вещи. Ну, синдром второго года известный. Да, а сейчас он, соответственно, мало того, что болеет, Б, с тренерами такая вот история, В, его уже знают, понимают, как он играет, готовятся к нему лучше, понимают, на что он способен. В результате вот это вот все вкупе приводит к тому, что мы имеем. А это все связано вот то, что ты говоришь, вот болезни, отсутствие тренера. Это я вам еще самый главный фактор не сказал. Ну, была свадьба, была вот эта вот история, история, которая совершенно с этим сам не связана. В результате, ну, подготовка, ну, как ни крути, она все равно была скомканная. Эта свадьба была в декабре. У меня как раз в разгар пресизна, когда они, по идее, должны готовиться и закладывать базу к сезону. Ну, я просто знаю еще и по Насте, что, в принципе, тоже как бы повлияло на то, что первую половину сезона, я убежден в этом, что она как бы играет, играла не на том уровне, в результате вот имеем то, что имеем. То есть, ну, для меня лично ничего как бы удивительного в этом нет. Другое дело, что важно найти выход, если ты хочешь дальше играть, потому что, на самом деле, улететь обратно очень легко. Вот как раз к супруге пора перейти, по-моему, Анастасия Потапова. Вот ее выступление с 2017 года. Вот что она делает в этом году. 16 побед и 12 поражений, 36-я в рейтинге, ну и матч сошвен. Так все, конечно же, тут обсуждали. 6-0, 6-0. И что же это такое? Алексей, Это не единственное, с кем это происходит вообще. Мы не обсуждали бы сейчас вот в таком формате, и все бы вокруг не обсуждали, если бы не было там 0-0, две баранки. Ну, потому что... Баранки и багеты. Да я вам скажу парадоксальную вещь. Я видел этот весь матч от начала до конца. Я подумал, у меня такая парадоксальная вещь, со мной многие не согласятся, и Саша, может быть, в том числе я сказал. Ну и слава богу, что она бы выиграть этот матч, она не могла. Мучиться, еще не дай бог травму получить, проиграла за 40 минут, и слава богу, меньше времени там провела на корте. Лучше один раз так проиграть, чем проиграть трех сеток на тайбреке в решающем и еще ногу подвернуть. Тем не менее, это ее лучший результат на турнирах Большого Шлема. Лучший результат. Нет, ее заслуги никто не уменьшает. То есть, на самом деле, недооценивает то, что она прошла в четвертый круг, получила самые большие призовые, очень там, выдающиеся, я бы не назвал, я не люблю вот этих вот, таких вот ярких высказываний, потому что, он стал выдающимся, потому что ты его сделала таким выдающимся, вышла на корт, совершенно... Она украсила с огонь. Ну, то есть, ну, конечно, она молодец, браво спасла, она вернулась в игру, то есть, это заслуживает только аплодисментов, но... Ну, что ты на это потратил? Конечно, конечно, это не первая победа, да, получается. то, что она так... Нет, это не первая победа, она вошла в 16, она показала свой лучший результат, и она молодец, что она на зубах, это совершенно проигранный матч, насквозь проигранный матч, дотащила до победы, честь ей и хвала, и надо отдать ей должное. Но другое дело, она там вся на этом матче и осталась. У нее по глазам было видно, когда она играла с Швенкой, она пустая, ей нечем играть. Бензина нет. И это совершенно понятно. И то, что вот этот матч, да, из-за этого матча получился такой матч со Швенкой. А что лучше, чтобы она проиграла этой китаянке? Борис Суевич, тут по глазам всех соперниц Швенкой сейчас видно, что там нечего играть. Не очень хотят. Потому что следующий круг Водрушева финалистка там два года или назад. На пару геймов больше. Да, она проиграла 0-2 и тоже как бы на 10 минут подольше задержалась на корте. Слушайте, уровень просто Иги сейчас очень высокий. Очень высокий. Особенно на этом покрытии. Она играет, наверное, единственная, ну вот если вы там согласитесь со мной, не знаю, она единственная играет как мальчик, как мужчина. Ну, то есть вот она играет в теннис среди женского WT-тура как мужчина. И это с этим вот пока могут, наверное, в какой-то степени справиться только там два, наверное, игрока WT-тура. Все остальные ну на голову отстают. То есть и там просто нечего противопоставить даже. Ну, на уме Осака попробовала, да, и получилось в общем-то неплохо. Я с тобой, Саш, действительно соглашусь, что она играет как мужчина, но то, что она на голову сильнее, я с тобой полностью согласен. На земле. Вот давай так говорить, на земле. Но та же Осака проиграла ей по собственной дури. Она, извини, когда подавала на матч два простейших мяча, она смазала в самый нужный момент. Вот обратите внимание на статистику Иги Швенток, именно на Ролан Гарос, ну кто тут круче? Правда, матча еще не так много все-таки, как у, естественно, Рафа и Бьерна Борга, но тем не менее, выше только Маргарет Корт получилась. Да нет, но она здорово играет на земле, вообще говорить не о них. Она простяще играет, да, то есть она... И то, что она обыграла Осаку при всем при том, что Осака играла здорово и все, и по собственной дури проиграла, но она выиграла у нее не случайно. Хоть и были матчбола и все. Да, она на земле играет здорово. Что говорить? Осака очень грустила, что говорит, все на Ролан Гарос, а я уже не там. После матча где-то в социальных сетях она пыталась вырегистировать. Работай на тренировки, чтобы забивать короткие мячи, если хочешь выиграть. Грустить можно сколько угодно, но тут все исправляется. Но настоящее-то испытание впереди, наверное, у Иги Швенток все-таки. Либо Рыбакин либо Соболенко. Вот они, наверное, ее проверят окончательно. Ну, либо она их проверит. Я считаю, что на земле и Соболенко, и Рыбакин будет непросто с ней справиться. Но сейчас похоже, что все трое подходят в идеальной форме. Еще там и Гауф же у нас. Ну, не так, как Ига они идут по сетке. Но, тем не менее, очень даже прилично. Все на месте. Рыбакина как могла придержала. Арина здесь в порядке. Гауф играет всегда здесь в четвертьфиналах. Кстати, единственная американка, которая постоянно доходит до этой стадии. И единственная, кто говорит, я с 10 лет играла на грунте, в отличие от всех остальных. И вот сейчас она стрижет купоны, можно сказать, от этого опыта. Ладно, давайте еще о нашей единственной и неповторимой Амире Андреевой. Ей нет еще и 18-ти. Ну, круче была только Сесиль Каратанчева, но мы знаем, какая судьба у нее была в дальнейшем. Вот Лина Краснорудская, большой привет ей, Мария Шарапова и Николь Вайдишева. Вот такие молодые даранее. Как вам впечатление от Миры Андреевой, которая проводит как раз второй сезон? Впечатления отличные, то, что она справляется с тем давлением, которое... Давление колоссальное. Внимание прессы, внимание всех на ней сконцентрировано. То есть, она показывает великолепные результаты. Думаю, что, конечно, ей будет тяжело пока что-то серьезное противопоставить Арине. Не так давно в Мадриде они как раз собирали, там два сына. Но в целом результат, который она показала, блестящий результат для такого возраста, она просто показывает действительно взрослые результаты. Только поаплодировать могу. Борис Вович, что вы добавите? Мне добавить нечего. Абсолютно Саша все сказал, да. Здорово играть, девчонки. Хорошо, тогда, Александр, расскажите о юниорках, которых мы еще так для себя не открыли, может быть, но которые продолжают участвовать в юниорском турнире и есть возможность посмотреть за их матчами. расскажите о своих подопечных, что за девчонки. Уже, к сожалению, не продолжают. Да, у нас неплохо стартовала в основной сетке Даша Шайчнева. На вторую Сейну? Она обыграла австралийку хорошую, но, правда, она лучше на быстрых покрытиях играет, и поэтому на грунте она... Хотя она в Милане до этого сыграла хорошо. Да, Дашка здорово сыграла первый круг, уверена, несмотря у нее небольшая травма была, она справилась с этим, и очень сложный матч сыграла во втором круге. К сожалению, проиграла на тайбрейке третьего сета. В общем, обидно. Могла, на самом деле, она действительно подготовилась хорошо к турниру. Мне кажется, что если бы не вот эта травма, она могла показать еще более хороший результат для себя. Но, однако, мне видится, что это участие ее в таком турнире, а это впервые для нее было, придаст ей уверенности и придаст, может быть, каких-то сил для дальнейшей работы, и на следующих турнирах большого шлема если получится там с визами, потому что это сейчас большая проблема для игроков, а тем более юниоров, то она может показать еще более сильный результат. У нас играла еще девочка Вика Милованова, она прошла круг в квале, проиграла в финале квалификации, к сожалению. Но есть девчонки, которые юниорки не у нас тренируются, и они еще в сетке, насколько я понимаю. Нет, сейчас все проиграли. Все проиграли вчера. Сидорова проиграла, и еще одна девочка проиграла. Вот, но... А Ксения Зайцева вот меня очень волнует, какова ее судьба. Ксюша Зайцева уже перешла из юниоров, она играет тренировая турниры. И в этом году девятнадцатый. Да, она сейчас, к сожалению, тоже травмирована, она восстанавливается в Москве и планирует возобновить турниры вот с июля месяца, то есть, насколько я знаю. Она тренируется, но пока еще матчи не играет, и... у нее все хорошо, у нее может быть путь просто не такой быстрый, как вот... Это медленно, но верно докатится. Да, то есть, это такой путь трудяги, которые очень много вкладывают в свою карьеру, сил, желания, и в конечном итоге, но мы командой очень верим в нее, потому что, мне кажется, что это какая-то высшая справедливость, если такие трудяшки достигают результатов. То есть, мне кажется, это правильно. Да, абсолютно точно. Кого-нибудь еще, какое-нибудь имя, может быть? У нас... Да, Аня, молодец, мы Аню поддерживаем. Всех здесь как-то... Аня Пушкарева немножко помладше их, она сейчас... И 15 сейчас. Да, на 2009 года играет более низкорейтинговые турниры, то есть, она где-то около 200 стоит в ИТФ рейтинге, и немножко не попала она в квал Ролан Гароса, но я думаю, что на следующий турнир Большого Шлема у нее идет по восходящей, то есть, она лучше и лучше играет, вот она недавно сыграла финал как раз против Даши Шачневой, одного из турниров, по-моему, J200 или J100. 100 или 200. Да, и, соответственно, проиграла в борьбе, но показала хороший теннис, она прогрессирует, мы в нее верим, и думаем, что это наша тоже будущая звездочка, но она пока еще маленькая, то есть, ей нужно... у нее хорошие физические данные, она очень рослая девчонка, ну, Борис Львович вот знает ее тоже, и действительно, мы ее поддерживаем, мы ее надеемся, и спортивной семье, то есть, она как бы... Заиграет, Борис Львович? Ну, если бы, если бы, я тебе скажу, если бы я так мог поднести руку, и я бы в цирке выступал, наверное, и рассказывал, вот это заиграет, это не заиграет, понимаешь? Я знаю, что она работает, хорошо работает, я знаю, что Саша ей создал все условия. Условия есть? Все, так сказать, есть, а дальше от нее многое зависит, от семьи многое зависит, естественно, от Саши многое зависит, но вот то, что я вижу, и я ходил на тренировки в течение долгого времени, и все, и то, что я вижу, все идет в правильном направлении. Александр, хотел уточнить, у вас Академия здесь, Академия в Дубае теперь новая, Академия в Германии, это сеть уже, да, целая такая? Ну, в какой-то степени, да, но у нас здесь два филиала есть в Туле, филиал, который тоже очень неплохо работает, может быть, он такой региональный, но по инфраструктуре он ни в коем случае не уступает нашему главному большому филиалу, который находится в Московской области, в Химках, да, ну, четыре филиала в настоящий момент. И приглашаются не только российские игроки, да, ведь теперь? Вы знаете, база используется многими игроками, кому удобны условия, кто в определенный момент находится в том или ином регионе, нас многие знают уже, и знают, что мы там, профессионалом, например, ведущим профессионалам всегда предоставим условия, не откажем и дадим возможность потренироваться, как бы не загружены были корты, поэтому, да, используется не только нашими студентами, которых мы поддерживаем, но и всеми остальными. А там у студентов Академии бывает возможность какой-то мастер-класс с профессионалами? Их как-то привлекают? Конечно. Не, ну вообще здорово. Подпускают. Ну вообще здорово, когда рядом на тех коротах, на которых ты ведешь работу, тренируются профи, и, да еще, если там профи будет в хорошем настроении, там, распишется на мячике, там, это всегда здорово. Это мотивирует. Это мотивирует. Конечно, это мотивирует. Но я вот вспомню Настю Павлюченкову, которая, когда у нас тренируется, ну она никогда не откажет маленьким детям, которые там рядом, во-первых, там с широко раскрытыми глазами на нее смотрят, а потом, соответственно, она обязательно к ним подойдет, распишется, там, сфотографируется. Это здорово. Память навсегда. Это здорово. Ну и когда, кстати говоря, я работал в 22-м году с Асланом Карациевым, Саша предоставил все условия для Аслана, и Аслан тренировался в Академии. И, естественно, все Саша организовал и все там было в лучшем виде, как говорится. Каких-то парочку юниоров можете назвать не наших российских, а импортных, так скажем, которые вот хорошо прямо выглядят и что-то там есть такое вот особенное за этими игроками? Есть какие-то имена? Мне понравился на Австралии, ну может быть, я его видел один раз, это может быть и, так сказать, такой ложный. Он притворялся, да? Ложный из иностранцев, но я обратил на него, точнее вот двух я обратил, одного на Юйс Оппена, на Юйс Оппене в прошлом году, а другого на Австралии в этом году, которые как-то мне приглянулись, так скажем. Это не значит, что они заиграют, но вот как бы я обратил на них внимание. Это итальянец Сина или Чина. Да, он его знает. Он мне очень понравился тем, что парню было 16 лет, когда он играл на Юйс Оппене, и у него уже была четко поставлена игра. И человека научили играть в теннис, что очень редко бывает. Это Алаверды к итальянцам, которые работают. Второй, кто мне понравился в Австралии, это, по-моему, голландец Рот Херинг или Рот Геринг или что-то в этом роде. Тоже очень неплохой парень, легкий, с очень неплохой техникой, тоже, так сказать, уже знает, что на корте делать и так далее. Ну, если бы я видел всех, я мог бы как бы сравнить. Вот я видел там несколько человек, ты спросил про иностранство. Вот на этих двух я обратил внимание. Это совершенно не значит, что они там А я добавлю тогда по девочкам. Ну, вот из тех, кого я знаю, не российских, мне лично очень нравится. Есть такая британка Ханна Клугман. Вот, она, по-моему, тоже 2009 года, как раз, вот года Пушкаревой. У нее результаты чуть получше. И она вот же сейчас вот играла в основе турнира. Она, по-моему, дошла до третьего круга, проиграла там в борьбе. Но вот она, мне кажется, с высокой долей вероятности будет играть там через несколько лет. Вот. Есть, ну, она сейчас первая в мире, словачка, которая выиграла Австралию. И она сейчас проходит уверенно. Ну, как бы не нужно быть каким-то большим специалистом. сказал, что у нее результаты уже прикладываются. У нее уже результаты прикладываются, и она первая в мире. То есть, ну, там понятно, что многое непонятно в профессиональном туре, но перспектива, безусловно, есть, ее все выделяют, и поэтому тут. Ну, это такое отдаленное теннисное будущее, которое мы пытались сейчас разглядеть. Ну, а ближайшее будущее это решающие матчи Ролан Гарос, которые пройдут как раз на этой неделе, и уже на следующей мы встретимся в этой студии, чтобы подвести итоги турнира Большого Шлема. Александр Островский, Борис Сопкин и я, Алексей Михайлов, были вместе с вами. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова